О других событиях глава республики сегодня проинспектировал работу пришкольных лагерей. Условия для отдыха в этом году были созданы почти в 400 учебных заведениях Чуваши. Каждая чебоксарская школа подготовила свою программу. В каких условиях отдыхают городские дети, увидел мой коллега Дмитрий Ковалев. Вот так в детском лагере 37-й столичной школы начинается каждое утро. Причем зарядку здесь проводят не только вожатые, но и известные на всю страну спортсмены. На этот раз свой мастер-класс ребятам преподали чемпион по кикбоксингу Алексей Соловьев и его ученики. Зарядка со звездой на этом школьном дворе проводится впервые. Потянем правую руку, берем левой рукой, тянем ее на себя, руки разводим в сторону, делаем движение, вращаем. После разминки начинается культурная программа. Обычно ребята ходят в кино и на театральные постановки. Жизнь в пришкольном лагере бурлит. Какой театр? Что смотрите? Гуляем в стадионе. Вчера смотрели «Коня-Горбунов». Понравилось? Да! Что вам не хватает? Что бы вам хотелось? Но на эти вопросы ребята так и не нашли ответов. Скучать им здесь не дают. На каникулах школьные кабинеты превращаются в игровые комнаты. Все конкурсы с образовательным уклоном. К примеру, в этом классе ребят обучали собирать настоящих роботов. Конструкторы в этой школе появились не так, но и многие только начинают их изучать. Увлекательный урок проходил и здесь. Под микроскопом дети рассматривали, из чего состоит вода, налитая из крана. Для себя юные исследователи сделали немало интересных открытий. Там видно полоски. Полоски? Они не двигаются? Двигаются. Двигаются? Значит, это что за такие организмы? Они, наверное, живые, да, раздвигаются? Вообще все игры, экскурсии и концерты – это часть масштабной образовательной программы. Подобные проекты реализуют во всех школах Чебоксар. Чтобы детям летняя пора запомнилась надолго, преподаватели тратят много сил и стараются разнообразить каждый день их пребывания. В лагере сейчас отдыхает 150 ребят. Мы здесь гуляем, занимаемся, учебой. Нам это нравится учиться. Мы ходим на стадион, развлекаемся там на стадионе, ходим в концерты, смотрим. Чтобы отдых детям пошел на пользу, в школьной столовой разрабатывают специальный рацион. Первые блюда – щи, по-моему, там горбуша идет, жареное картофельное пюре и все то, что любят дети. Завтрак у нас на 25, обед на 47. Это на 72 рубля. Ребята вроде довольны. А на пороге 47-й школы гостей встретил трудовой десант. Ученики благоустраивают территорию и высаживают цветы. На спортивной площадке в это время проходила школьная спартакиада. Дети играли в баскетбол и преодолевали полосу препятствий. В этом году в Чебоксарах на базе школ было открыто 50 лагерей. Глава республики отметил, что отдых там организован на самом высоком уровне. И лучшее свидетельство этому – счастливые лица детей, которые хотят приходить сюда даже в выходные. Дети, приходя сюда, во-первых, трудятся, занимаются спортом, под присмотром, два раза принимают горячее питание. Родители на работе, потому что когда они сейчас без присмотра родителей, горячее питание им никто не готовит. Все эти точки зрения, они на сегодняшний день получают хорошее развитие. Наша задача, создавая вот эту благоприятную среду, они формировались как сильные личности и были готовы к самореализации. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.